Спасибо. Так вот, начнем. Поскольку я здесь, в Болгарии, в качестве преподавателя первый раз... Аз съм в качеството си на преподавателя в Болгарии за первый раз. И нас снимаем телевидение. И вече не снима телевизията. Наверное, надо немножко рассказать вообще об этом учении, что оно из себя представляет. Трябва малко да расскажа за това учение. Какво представлява? Чтобы можно было уже выстраивать перспективно развитие этого учения на этой территории. За да може да пренадем перспективата на развитие на това учение. И мне приятно, что это начинается именно в Хисарии. И за меня много приятно да започна това именно в Хисарии. Потому что Хисария еще Бабой Вангой была определена как место силы. А у меня с Бабой Вангой свои отношения. А с Бабой Вангой им свои отношения. Когда у нас начались вот эти все события, но как бы ясновидение открылось и нас начали в общем-то посвящать в тайны, что такое древо жизни, в технологии и в общем-то... Когато започнаха тези события, която започнаха да ни посвещават в тайны и какво означава дървото на живота... И процеса, тонкава плана... И процеса на тънките на... Тонких энергий. Тонких энергий. Да, на точните энергии, на специфичните... И я проходил это все не один, мы проходили вместе еще с одним человеком, все вместе проходили. И Григорий Петрович Гробовой. И Григорий Петрович Гробовой. То есть у нас эти проходы были совместны. Тези проходы бях совместны с нас двами. И вот в древе сефирот от сефиры Бина это сфера разума. Так и переводите, древе сефирот. Древе сефирот... Сефира Бина это сфера разума. А сферата на разума... В соседнюю сефиру Ницах это сфера мудрости. Сферата на мудрости... Нас по этому пути вела именно Ванга. Я особенно никогда не заморачивался на то, что она делает. Я с уважением относился, конечно, к этой информации. Вот так сказал, что я какой-то фанат. Бабы Ванги этого не было. Но когда именно она была проводником на этой пути. Но когда она была посредником и проводником по този път. Причем я подчеркиваю, я был не один. И аз искам еще один път да подчертая, что я не был сам. Потому что когда человек один, может быть какие-то грехи в голове. А когда у всех от Раих все одинаково, это уже не тягиваете. И эти события я писал в свои книги, трилогии и сотворение мира. Которая вышла уже 20 лет назад. Която излезе преди 20 години. Вот тогда я как раз описал в том числе как Ванга нас проводила. И там аз описах како ни правихме с Ванга, как тя ни водеше. И она не просто вела, а на нас еще обучала на пути. И тя не само ни водеше, тя ни обучаваше по този път. Так что я понимаю, что даже здесь в Българии многие люди как бы двояко относятся к ней. Одни думают, что это... Кто-то верит, кто-то не верит. Ну вот видите, случилось уж, где Болгария, а где мы в России. И вот Баба Ванга появилась в нашей жизни, в нашей судьбе. Когда Баба Ванга, когда измени, но хоть что-то не собрали. Так что то, что именно Хисария мне очень как бы кажется большим знаком, потому что именно Хисарио Ванга все время выделяла как место силы. И това, че сме именно в Хисария не е случайно, защото Баба Ванга определяше Хисара като място на силы. Теперь немножко о самомучении. А сега малко за самото учение. Все в нашей жизни фокусируется в определенные архетипы. Всичко в нашия живот се фокусира на някакъв архетип. То есть некие множества, которые объединены посредин показатель. То есть множеството объединено посредин показатель. И человек всегда имеет то, во что он веет. И човек има това, в каквото той вярва. А если при этом это не один человек, а много людей. А ако това не е само един человек, а при много хора едновременно. То есть много сознания начинает фокусироваться на таких возможностях. Много сознания започват да се фокусират върху тези возможности. То они начинают прорастать в физическую реальность мира. И те започват да прорастват в физическата реальность на света. И становиться реальними действенными механизмами преобразования нашей реальности. И стават реальни действенни механизми на преобразованието на сознание. То есть мы сначала что-то промыслят. То есть в началото ние нечто осмислим. И если то, что мы промысляем. И това, което ние осмислим и премислим. Еще подтверждается другими сознаниями людей. И ако това се подтверждават други сознания. То этот образ, то эта картина. То този образ, тази картина. Становится реальным физическим моментом в нашей жизни. Реален физический момент на нашия живот. Иными словами. С други думи. А чем мы думаем, то мы и имеем. И това, което мислим, това ние и имаме. Вот учение древа жизни, собственно на этом законе. Основано. То есть мы выявили определенные образы. Определенные, в том числе, математические коды. Определени, също така и математические кодове. Через которые клетечный континуум начинает. Под средством които клетечния континуум започва. Начинает нас понимать. Започва да не разбира. И начинает реагировать на повелительные регуляции нашего сознания. И започва да реагира на заповедите на нашето сознание. Мы это уже не то, что вот, а уже испытываем и работаем с этим 22 года. Ние това изпитваме, чувстваме и работим с това вече почти 22 години. И везде. А это во многих странах. Можно сказать от Канада до Австралия. В много страни от Канада до Австралия. Везде есть множество результатов, что эти технологии действуют. Вот здесь недалеко от меня сидит Юдит. Она приехала из Венгрии. Тя е от Унгария. Она в Будапеште руководит региональным отделением. Ръководит регионален клон на ученето Дървото на живота в Будапешта. Причем уже много лет. И там множество таких событий, которые не укладываются ни в какие медицинские прописи. И там има много такива случаи, които не можем да вкараме в ни в ни медицинские рамки. Вот. Совсем недавний случай она мне рассказала. А я сейчас тоже попрошу рассказать. Совсем интересен случай. Тя ми го разказа. Аз ще я помоля също да ви го разкаже. Там у женщины был рак четвертый степень. Една жена имала рак четвърта степень. Эта степень нигде не лечится. И тя никъде не се ликува. Нито една страна. У нас уже от рака четвърта степень изселило се около семидесете человек. При нас вече около 70 човека са изликувани от рак в четвърта степень. Причем бъли таки тяжели случаи, кога челек шел, а от него куски мяса отваривали. Тоест сгниваят на като. А имахме дори такива случаи, когато от човека дори плътта капеше. Това е рак четвърта степень. И юдите цялата група работиха с тази жена. И у нее все проявления болезни исчезда. И всички признаци на болезната при нея изчезнах. Причем это не единственния случай. Там у юдите точно много разни случаи. И това не е единственият случай. Там от зуба растли у людей. И при някои хора израстваха зъби. И много чове другое предсходило. Но я дума вълча она сама разкаже. Но аз не желча тя може сама да разкаже най-добре. Очень приятно. Много ми е приятно. Извен Ви, как Аркадий Номович уже сказала. Да, Риана, очень много чудеса произошли в эти последния година. През последните години, както и Аркадий Номович спомена, много чудеса станаха. Но надо добавить в тата труд человека. Но трябва да добавим, че това е в резултат на труда на човек. И они верят. Верят в это учение. И тези хора вярват в това учение. И они трудятся. И те се трудят за това. Груповите работи всега успешни. Груповите работи винаги са успешни. Но я заметила, че если они постоянно в этом учение, это значит от 24 часа. Но аз съм забелязала, че ако те постоянно са в това учение 24 часа. И тогава се случват и вече имаме чудесни резултати. И реально можно видя, че люди омалаживаются. И реально може да се види как хората се подмладяват. Они полни енергии. Те са полни с енергии. И они начинают излучат съвсем другой свет. И имат съвсем друго излучване. Между сега благодаря Аркадий Номович за знания, за новия. Искам да благодаря на Аркадий Номович за знанията. Котория чрез ги го... ...сведение за това, че аз чрез него мога да ги предам. Придут к нам и помагают развитие, вечне развитие на Земле. И хората, които с мен, помогат за това вечно развитие. Вот здесь Юдит заказала омалажение. Юдит споменала подмладяване. Этот въпрос, конечно, очень сильно всех волнует. Особенно женщины. Този въпрос волнува всички, особенно жените. Так вот, дело в том, что любая регенерация, т.е. восстановление ранее утрачено... Работата е в това, че всяка регенерация... ...приводи к тому, что начинается паралельно омалажение. ...довежда до това, че се получава това подмладяване. Дело в том, что у каждой хромозом на конце есть так называемые таломерные окончания. Да. Всяка хромозома накрая има мерни окончания. И именно эти таломерные окончания определяют възраст жизни и состояние жизни. При каждом метрозном делении клетки, таломера... При всяком метрозном делении на клетката... Там 50 делений. Там има 50 деления. Когато клетка 50 раз поделилась... Когато клетката се разделя 50 пъти... Она не може да обновлятся. Тя не може да се обновява. Она може только стареть и увядать. Тя може само да старее и да увяква. Но если вы восстановили орган... Но ввести восстановили орган... Который кто-то там хирург добрый дядя в белом халате отрезал у вас. Който хирург с биатопристилкой устранил... А вы его восстановили через наши технологии. А ввести его восстановили через нашу технологии. А сейчас это уже тысячи реально зафиксированы в самой медицинской случаев. А това са вече хиляди реально регистрированные от медицинской случаи. То они, эти новые клетки, появляются с новым полным набором таламерных окончаний, то есть еще 50 линий. То тези новые клетки появятся с всичките новые 50 окончаний. И эти млади клетки, сильнее старых клеток. И тези млади клетки са по-силни от старите. И они их начинают перепрограмировать. И те започват да се препрограмират. Поскольку я все эти технологии сначала испытывал на себе. Тъй като аз тези технологии преди всичко в началото съм испытал върху себе си. Мне пришлось бороться с страшно заболевание печени, гипотоза. Аз трябваше да се боря с страшно заболяване на черния дроб. И с раком. И с рак. Инсульт с парализацией. Инсульт с парализирани. Это совсем недавно било инсульт. Това беше совсем скоро. Не мог разговаривать. Аз бях парализиран, не можех да говоря. И практически почти ослепах. И вот мне тут врач-професор подходил и говорил, ну ничего, ничего. И професора ми казваш спокойно, спокойно. Мы тебя будем на каталке здесь катать. Не беспокойся. А ние ще те возим в инвалидна количка. Будем кормить с ложечки. Ще те храним. Не переживай как будто. Не се притеснявай. И ще има кой да се грижи. А я тогда еще говорить не мог. Не думах про себе. Нет. У нас в небесни больнички быстрее лечат. Аз си, тъй като не можех да говоря, си мислих не. Моите небесни сестрички по-лесно ще ми изликуват. И вот три года спустя сиждам перед вами. И ето след три години аз съм пред вас. Ни слепой, ни парализованный, ни мой. Не съм сляп, не съм парализиран, не съм ням. И тъй като при мен се възстановиха два органа, които бяха отстранени. При мен започна подмладяване. Изведнъж поникна тъмна коса. А аз съм на 74 години. Нельзя сказати, че уж очень много, но все-таки не може да се каже, че не са чак толкова много, но не са и малко. Т.е. вот они. Видно, че лезут. Ето може да ви видите. Причем уже прихмакеры начинают замечать и говорят, ой, у вас какието волоса странные, как младенци издалежат. А фризьорите забелязват и ми казват при вас, по косата ви е като на бебе. Т.е. вот реалния факт, че това подмладяване работи. Така че, да застанем заедно на този път. И чем больше нас будет, тем быстрее наступат эти новые возможности оздоровления. И колкото сме повече, толкова по-бързо ще настъпат тези возможности за оздоровяване. Не через операции, не через лекарства. Не с операция и лекарства. А через ментальное управление своими возможности. Ментално управление на своите возможности. Причем даже очень интересна и сейчас ситуация получается. Очень известные врачи. И има интересна ситуация. Известни лекари. Начинают честно по телевизору говорить. Започват да говорят често по телевизора. Че всички лекарства, които те изписват. На 80% не действат. Почти на 80% нямат никакъв ефект, не действат. И толкова 20%, если вам повезет. И само 20%, ако вие сте сред късметлиите, могат да ви помогам. Искам да ви прочита една страница, за да разберете същността на технологията. Любой планетарен образ. Всеки планетарен образ. Это не просто информационен сюжет. Това не е просто информационен сюжет. А еще и архетип. Също и архетип. Который, как правильно определил Карл Юстав Юнг. Който, как правильно определил Карл Юстав Юнг. активен и имеет собствено енергио развитие. И активен и има собствена енергия на развитие. Всички легенди. Причи и мифически олицетворения. Причи и митологични олицетворения. Повествуют о человеке, которые стремятся к своему духовному возвышению. Към своето духовно израстване. Срединные мозги человека объединительны. Како ли? Срединные. У нас есть право и лево и право. Средния мозът на човека е объединителен. Это высота разума. Это высота разума. Това е вещата на разума. И именно если мы достигаем объединения нашего левого полушария и правого. И ако ние постигнем объединение на нашите лява и дясна половина на мозъка. Через срединный мозг. Через средния мозък. То наши управляющие действия становятся обязательными для исполнения клеточного континуума. То нашите... Ещё раз повторите покороче, потому что... Если объединяются возможности правого и левого полушария. Ако объединим възможностите на лявото и дясно полушарие. Через средния мозък. Через средния мозък. То тогда наши повелительные регуляции. Тогава нашите заповедни регуляции. Становятся обязательными для всего клеточного континуума. То есть мы создаем определённые образы. То есть ние създаваме определени образи. Като вид голограма. Като вид холограма. И начинаем их модифицировать под ту задачу, которую необходимо достичь. И започваме да ги модифицираме спрямо тази задача, която трябва да бъде изпълнена. То есть, как видите, это никакая не мифология. Както виждате, това не е някаква митология. Это реальные возможности человека, какого он просто не знает. А това са реалните возможности на човека, но той просто не ги познава. И мы, по сути дела, через это учение... И ние във всъщност, через това учение... Възстанавливаем веру человека в самого себя. Възстановяваме вярата на човека в самия себе си. И надо сказать, что наше учение... И трябва да кажем, че това наше учение... Оно проходило изпытания различных медицинских институтов... Минал през изпитания на различни медицински институти. По този повод се беше събрала... Всероссийска медицинска конференция. Беше организирана Всероссийска медицинска конференция. В Президиуме Российския академия на наук. В Президиума на медицин... Русската академия на науките. И была принята резолюция. И беше приета резолюция. Все случаи достоверны. Всички случаи са достоверни, истински. Статистически значими. Статистически значими. И рекомендовать къв всеобщему распространению. И може да се распространяват навсякъде. Тоест, это учение... Тоест, това учение... Получила единогласноя поддержка в Российска академия на наук. Получи пълната подкрепа на Руската академия на наук. И у нас сейчас в России на занятия приходят професора, академики. И сега при нас на занятия идват професори, академици. Учат се у нас. Учат се от нас. А потом стараются эти здания применить в тех клиниках, в которых они работят. И след това старают да приложат тези знания в клиниките, в които работят. Тоест, это, еще раз говорю, возможности. И тоест, още виднъж казвам, това са възможности, които са присъщи на абсолютно всеки човек. Но он просто не в курс об этих своих возможностях. Но той просто не знае за тези свои возможности. А мы это рассказываем. А ние объясняваме това. И учим на това. И учим на това. И вот вместе со мной здесь сидит наш преподаватель Наталия Фесик. Который будет в България развивать это учение. Мы очень много лет совместно работаем. Ние работим заедно много години. Так что она может здесь прямо на месте это все преподавателям. Така че тя тук може да преподава на място. Окей, сейчас я попрошу. Она наедно и расскажет, как она и преподавателям. А я ще я помоля. Тя вероятно ще разкаже, как тя ще прави това. Здравствуйте, дорогие гости. Здравейте, скъпи гости. Именно ваш город Хисарин с такой длинной, прекрасной историей. Но местото именно ваше град Хисарин е град с такава дълга и богата история. К тому же наделено так щедро природой в виде источников, минеральной, раздоравливающей водой. Природата го е надарила с тези минерални и лечебни извори, които спомагат оздравяването. Зародили мысль сделать здесь один из центров пропаганды в Българии вообще. Това беше причината да се зароди идеята тук, да се направи един център за пропаганда. В котором люди могли бы одновременно оздоравливать. Където хората едновременно могат да се ликуват. Плават в минеральной воде, гулят по прекрасным. Да се разхождат в прекрасния град, да плуват минералната вода. И одновременно получат знания. И едновременно с това да получат знания. Отдых, оздоровление, знания. Почивка, оздоровяване и знания. И в этом, конечно, нельзя быть одной. И я с радостью хочу представить Аделину Матиеву. И в това нещо аз не мога да бъда сама. Искам да ви представя Аделина Матиева. С которой мы 4 года тому назад открыли представительство Българии в городе Варна. С която ние преди 4 години в град Варна открихме представителство. Но, к сожалению, тогда произошел тот случай, каком стал Аркадий Наумович. Случился инсульт. Но, к сожалению, тогава се случи инсулта, за който спомена Аркадий Наумович. И мы решили, ну хорошо, нам был брошен вызов. И ние решихме, че ние получихме предизвикателство. Мы что-то начали делать. Ние нещо започнахме да правим. Но сейчас мы возрождаем начатое. Но сега ние возраждам и започнем тут. И я хочу поблагодарить тех, кто откликнулись на наше приглашение и приехали сюда. И искам да благодаря на тези, които откликнаха на нашата покана и пристигнаха ток. Рядом с Юдит, с которой вы уже познакомились, сидит наш представитель в Чехия. До Юдит, с която вече се запознахте, стои нашата представителка от Чехия. Любаша Белоусова. Любаша Белоусова. Она тоже распространяет учения, издает эти книги вместе со своим мужем Петром. И очень признательна ей. Тя също распространява учението и издава книги заедно с своя супруг. И аз си благодаря. А рядом с Аркадием Наумовичем, в розове шарфике. До Аркадий Наумович с розовия шал. Сидит женщина, имеющая степен научной профессор. Е жена с научната степен професор. Която преподава психология в академията. Чрезвичайни ситуации. На извънредните ситуации. И она приехала тоже обучаться нашим методикам. И тя също пристигна да се обучава за нашата методика. Любов Балаванова. Любов Балаванова. И фактически здесь вы видите представители разных стран. И срещу вас виждате представители на различни страни. У нас так же есть гости из Казахстана. Имаме също и гости от Казахстана. И я хочу сказать, что вот то, что начинается трудно, оно потом набирает силу. И искам да кажа, че това, което започва трудно, след това набира силу. И у нас нет такого, как сказать, запала комерческого, что вот должны начали, быстро люди присъединяются. И нямаме този комерциален стремеж да започнем веднага бързо с много хора. Потому что наша задача – помочь людям. Защото наша задача е да помогнем на хората. Изменить их сознание. Да променим тяхното сознание. Прежде всего в отношении самих себя. Преди всичко в отношението към самите себе си. И понять, что они имеют колосальные возможности. И да разберат, че те имат колосални, огромни возможности. Сотворить все, что они хотят. Да направят това, което те биха желали. И со своей жизнью, и со своим здоровьем. И с живота си, и со своето здраве. И даже будучи как будто бы не политиком, влиять на ситуацию в мире. И даже бидейки не политици да влиять на ситуацията по света. Иногда люди говорят, да что я один могу сделать? Понякога хората казват, а какво мога да направя сам? Каждый человек это неповторимое творение. И его мысли, его чувства, его отношения играют огромную роль во всем том, что мы называем мир, называем эволюция. И имат огромна роль в това, което ние наричаме свят, эволюция. И называем просто наши жизни. И наричаме просто нашия живот. Опыт показва только одно, как говорится, трудное место. Опита показва едно, както казваме, трудно място. Это способность поверить в себя. Това е способността да поверваме в себе си. И несмотря ни на что идти вперед. И въпреки всичко да вървим напред. Конечно, не все получается сразу. Разбира се, не всичко може да се получи веднага. Но все, кто здесь присутствует, наверное, когда-то делали первый шаг? Но всички, които тук присутствуют, понякога са правили първата крачка. И сегодня прекрасно ходите, бегаете, двигаете, даже не думаете. И днес вие прекрасно ходите и течете, без дори да си замислите за това. И самое главное, что когда один человек начинает мыслить так, как закладывал в него творец... И най-важното, когато човек започне да мисли сам така, както го е създал самия творец... Он создает вокруг себя почво, на которой другому человеку легче пройти этот же путь. Той създава около себе си почва, по който другите хора ще могат да минат по-лесно. Ведь все хотят быть здоровыми, счастливыми. Наистина всички искат да бъдат здрави, щастливи. Так почему же не думаете себе? А защо да не мислим за себе си? Как я здоровам, я счастлива. Като за здрав и щастлив човек. А всегда спотыкаться о свои собственные суждения. А винаги да се сплываме в собствените си разсъждения. А на мен не ми върви. У нас по роду передаются и несчастья со здоровьем, и в жизни. При мен и наследствено нещастието, и проблемите с здравето. Я просто хочу сказать, станьте каждый, первой, кто так говорит, в своем роду. И станете първи във вашия род, който ще промени това мисление. И повторяя фразу Аркадий Наумович. И повторяйки фразата на Аркадий Наумович. Произносите. Бог в тебя верит. Бог вярва в тебе. Тебе осталось только самому да верит в себя. На тебе остава сам да си повярваш. Да, спасибо. Вот эти последни слова, это были буквальные слова из наше общение, потому что я там в тонком плане встречался с Апцом Небесным. Бяха наистина от нашето общувание. И я ведь до пятидесяти лет был атеистом. Аз до пятидесяти годишен бях атеист. И начал там, ну как бы казаться, вот я вот не верил. Аз не вярвах. А теперь вот вижу тебя как быть. А сега те виждам. И услышал в ответ. Услышал в ответ. А и чухла да ми отговаря. Не важно то, что ты не верил в Бога. Не важно то, что ты не верил в Бог. А важно то, что верил Он в тебя. А важно, что Той верил в тебя. Я сейчас, если... Любоша не будет задержать, передам мне микрофон. Ако Любоша не възразява, ще и дам микрофона да разкаже. Потому что в Чехия много лет уже развивается то учение там тоже много результатов. Много години се развива това учение. Има много результатов. Многие люди изсилели, благодаря этим технологиям, от самых излечим и заболеваний. Много хора са изликовани благодарение лечение. Отнобо не излечим и заболевания. Очень приятно встретиться с вами. Много ми е приятно. Добрый вечер. Добър вечер. Я работаю в городе Брно, в Чеки. Аз работаю в городе Брно, в Чеки. С своим мужем Петром. С своя муж Петер. И у нас уже появились какие-то хороши результаты. И ние вече имаме добри результаты. Начну с себя и у моего мужа. Ще започна с себе си при мъжа ми. У меня била мигрен в 16 лет. С 16 години имах мигрена. И когда я сидела учеником на базовом курсе. И когато аз бях ученик в базовия курс. В 13 г. През 2013 г. Вдруг почувствовала, что болела очень болела голова. И вдруг почувствовала, что ничего не болела. Много ме болея глава и изведнъж осъзнах, че нямам никакви болки в главата. Това беше на втори или трети ден на базовия курс. И с того времени мигрен уже никогда не пришла. И от тогава аз нямам никаква мигрена. У моего мужа было более пяти диоптера. Три очки. При мъже ми имаше три диоптера учила. Пять? Более пяти. Более пяти. Пяти, да. Никакта не е слышно. Имаше повече от пет диоптера учила. Но он теперь без очков и прекрасно видит. А сега той не носи очила и вижда прекрасно. Ещё один случай, кога женщина 35 лет. Още един случай, когато една жена... 35 лет. 35 години. У нее была опухоль, которая у нее взяла хирургическим путем оперировать. Опухоль. 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 Да. Какова название? Анкология. 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 Тумор. Тумор ли? Да. Не излез съм с медицината, какво да правим. Но тази жена имаше раков тумор, който не беше възможно да се отстрани хирургически. Това беше в мозг? Това беше в мозъка. И она работала по методике Аркадия Наумовича и по... А тя работеше по методиката на Аркадий Наумович. И по методике Григория Петрович Грабабова. И по методиката на Григорий Грабовой. Ана работала три часа в ден. Тя работеше по три часа на ден. И после недели поехала в Прагу консультировать свое състояние. И след около седмица отиде в Прага за проверка на нееното състояние. И професор сказала, ви са всем здрави. И професора ѝ казал, вие сте всем здрави. И ето уже 4 года и она развива своя фирма и е очень счастлива, що здрава. Това е станало преди 4 години. Тя вече развива своята фирма и е много щастлива и здрава. Я хочу поблагодарить Аркадия Наумович за това огромна работа. Искам да благодаря Аркадий Наумович за тази работа, добра работа. Для человечества. За човечеството. И надеям се, и я надеюсь так же, що в Хисария ми не в последний раз. И аз се надявам също, че ние сме в Хисария, не за последен път. Добре вечер. Добър вечер. Меня зовут Любов Балабанова. Аз се казвам Любов Балабанова. Я приехала из Украине. И аз съм от Украина. Город Харика. Город Харков. А, от Харков. Я работя в Университете МЧС. Работя в Университет. В безбечайних ситуаций. В Университете на изнаредните ситуации. И веду прием больных как врач. И съм лекар. Съм лекар, да. И я многим больным, я понимаю, що болезн зарождается не на физическом уровне. И аз разбрах, че много болезни се зараждат не на физическом уровне. И о технологиях Григория Грабовова и... А технологията на Григория Грабовой и Аркадий Наумович я знала еще в 90-х годах. Аз се запознах с тази технология през 90-те години. Но сега времето се промени. И все больше и больше людей. И все повече и повече хора. Понимают, что их заболевания. Разбират, че техните болезни. Это их неправильные мысли и чувства. Това са техните неправилни мисли и чувства. Я приехала в Хисар. И аз дойду в Хисаря. Зная, че здесь будет Аркадий Наумович Петров. Знаеки, че Аркадий Наумович Петров ще бъде тук. Проводит свои мастер-класси. За да провежда своите мастер-классове. И Наталия Фесик. И Наталия Фесик. Будет проводит обучающий базовый уровень. Ще води базовия курс. И я решила, че я должна приехать. Реших, че трябва да дойда. Обучица. Да се обуча. И принести это знание. И да принеса тези знания. В свой университет. В свой университет. В свой город. И в Украину. И в Украина. Потому что находясь в поле мастера Аркадия Петрова. Защото намирайки се в полето на мастера Аркадий Наумович. Уже идут. Такие изменения позитивные. Вече има такива позитивни изменения. И я надеюсь, че в Украине. И се надявам, че в Украина. Тоже появится региональный центр. Също ще се появи регионален центр. И там будет развиваться учение древа жизни. И там ще се развива учението, дървото на живота. Я надеюсь. Надявам се. Надявам се.